Да, ну и очень интересный дискутабельный вопрос. Роботизированная и открытая цистоктомия. Сравнение доступа. Профессор Велиев, пожалуйста. Уважаемые коллеги, что касается сравнения доступа роботизированной, открытой техники, я бы хотел сказать, что мантрой для оперирующего хирурга должно быть то, что сказал до этого профессор Штутер, что ключевым является не доступ, а оперирующий хирург. Но тем не менее, коль скоро эти доступы существуют, я позволю себе на них остановиться и хотя бы вкратце охарактеризовать их, и их взаимное явление друг на друга, и преимущества, недостатки, и их вообще сравнимость как таковую. Но если говорить об истории вопроса, она хорошо известна. 1995 год – это первая лапароскопическая радикальная цистоктомия. Далее, в 2003 году Менни-Меном первая радикальная цистоктомия роботическая с экстракорпоральным формированием мочевого пузыря, и, наконец, в том же третьем году интракорпоральное формирование и деривация мочи. На сегодняшний день, как правило, доля роботических цистоктомий не превышает 12-20% по разным данным, и большинство из них, естественно, делается в клубных центрах. Каковы ожидания, собственно, нового, достаточно нового доступа, который появился, в общем, в последние годы? Это, безусловно, ожидания, связанные с быстрым восстановлением, с вероятными функциональными результатами, которые могли бы нас удовлетворить с, вероятно, меньшим количеством осложнений, а может быть и нет. Наконец, онкологический результат. Ну и, безусловно, косметический эффект, который, в общем, безусловно, присутствует. И начнем мы, наверное, с техники операции и вариантов отведения мочи как таковых. Здесь достаточно много сравнительных исследований, но надо сказать сразу, что большинство из них, конечно же, касается экстраперпорального отведения мочи. Это на сегодняшний день, безусловно, наиболее частый вариант при малоинвазивной, то есть роботической радикальной цистоктомии. При этом, естественно, понятно, как и при лапароскопической технике, при роботической технике, разрез необходим для излечения препарата. Это кривая обучения, безусловно, меньше, чем при интракорпоральном отведении, но, опять же, если верить текущим работам, то это никак не менее 30-50 оперативных вмешательств. Что еще важно, что, коль скоро техника, она относительно нова, то и забилует новыми техническими приемами, которые постоянно публикуются и появляются. Ну и, безусловно, еще раз подчеркну, что сегодняшние выборы, это, конечно же, чаще всего экстракорпоральная техника. Что касается критики техники, которая связана с ортопическими пузырями, я имею в виду роботическую прежде всего, вот здесь вы видите критика Халкмана и Хера, это то, что сегмент кишки короче, не весь он участвует в образовании именно резервуара как такового, и поэтому все те же принципы, которые основаны на законе Лапласа, здесь могут реализовываться не в полной мере, вероятно, и при экстракорпоральном формировании несколько больше мобилизуются и натягиваются мочеточники, что может привести к большему числу структуры образования, чем, например, при интракорпоральном. Ортопическая пластика, опять же, подчеркну, занимает, как правило, не более 20% и функциональные результаты ортопического резервуара несколько хуже. Несколько хуже нельзя сказать однозначно, о том, что очевидно хуже, но сравнительная техника не позволяет в полной мере реализовать и показать преимущества, если таковые на сегодняшний момент имеются. Тем не менее, если мы посмотрим на те примеры возможного интеркорпорального отведения мочи с ортопическим резервуаром, вы опять же видите, что петля кишки по размеру примерно такая же, как и при операции Штудера. Однако, опять же, не вся часть участвует в формировании резервуара, отвечающего закону Лапласа. При этом, тем не менее, надо отметить следующее, что эта техника интеркорпорального формирования ортопического пузыря добавляет, безусловно, сложный этап и без того к сложному вмешательству, которым является роботическая цистектомия, но мочеточники мобилизуются при интеркорпоральной технике безусловно меньше. Меньше натяжения и меньше структуры анастомоза, чем при экстракорпоральной технике. Кривая обучения, опять же, подчеркну, безусловно, больше, ну и опять же, это остается прерогативой крупных центров как таковых. Одно из исследований – это анализ интеркорпорального и экстракорпорального отведения мочи при использовании роботоассистированной техники. Это результаты Международного роботического консорциума по цистектомиям. Обратите внимание на следующее, что на самом деле практически интеркорпоральная техника использовалась в 167 операциях, и резервуар составлял 36,5%. Я имею в виду ортопический резервуар. Если говорить о частоте осложнений, то вы увидите интересные цифры, что интеркорпоральная техника демонстрировала меньший процент госпитализируемых в течение первых 30 дней после операции, равно как и в первых 90 дней. Хотя различия уже меньшие, но тем не менее они очевидны на лицо, равно как и гибель в первые 3 месяца после использования интеркорпоральной техники. Это Journal of Herology, 2014 год. О лимфодоноктомии подробно говорил профессор Матвеев. Тем не менее, позволю себе сказать следующее, что в целом техники сопоставимы с объемом удаленных лимфатических узлов. Как правило, в большей части работ сопоставим с открытой техникой. Надо сказать, что существуют работы, которые говорят о том, что при роботической цистектомии иногда удаляют большее количество лимфоузлов в большем количестве случаев. Это работа Джима, Европейской урологии, 2016 год. Но обратите внимание на следующее, что сами по себе эти работы предполагали как при выполнении открытой радикальной цистектомии, так и роботической. Предполагали малое число континентного отведения мочи. И 4% при роботической технике, и всего лишь 5% при открытой. Что, в общем, накладывает определенный отпечаток на работу. Более того, как всегда, следует подчеркнуть, что дьявол в деталях. Это рандомизированный трайл по роботической против открытой цистектомии. Проспективные, рандомизированные исследования, по сути, их совсем немного. Вот одно из них приведено здесь. Онкологические результаты в целом схожи. Но, по сути, если мы рассматриваем эти техники, то надо понимать, что если мы говорим о экстракорпоральном отведении мочи, то различается только этап непосредственного удаления мочевого пузыря. А этап отведения мочи, выполняемый одним или разными хирургами, в общем, предполагает одинаковую технику как таковую. И это основной момент, который, по сути, не позволяет сравнивать эти техники лицом к лицу. Если говорить о функциональных и онкологических результатах, здесь тоже есть некие противоречия. Что мы знаем? Мы знаем, что, например, работа Боннера, 15-й год, европейская урология, кровопотеря практически одинаковая при роботической и открытой цистектомиях, несколько меньше при роботе, но не имеет статистической значимости. Наконец, время операции больше у при роботической радикальной цистектомии по вполне понятным причинам, и это уже значимая величина. Ну, естественно, стоимость здесь мной не принималась, может быть, во внимание, не тема доклада. Интероперационные результаты. В интероперационных результатах многие вещи интересны. Если мы посмотрим, например, на операционное время при роботической простатектомии, то оно составляет практически то же самое, что и при открытой. Однако, обратите внимание на одну тенденцию, которая становится интересной. Консольное время, так называемое, то есть тогда, когда хирург непосредственно выполняет вмешательство, становится короче. И здесь, в этой работе, это всего лишь 218 минут, что, в общем, заслуживает внимания, как минимум, эта работа ИВАМОТа с небольшим количеством пациентов, кстати. Почему? Потому что, ну, вы видите, роботическая цистектомия всего лишь 8 пациентов и открытая, и открытая 11. Кроме всего прочего, объемы кровопотеря разнятся практически пятикратно в пользу роботической операции, и вероятность переливания крови также пятикратно ниже при использовании роботической техники. Функциональные результаты. Функциональные результаты, одна из, собственно, большая часть – это ретроспективные исследования, пациентов мало, и критерии оценки различны и также размыты. Тем не менее, если мы будем сравнивать тех пациентов, которые подверглись как роботизированной технике, так и открытой, но, как правило, с использованием только лишь кондуита, то мы не увидим различий ни функции мочеиспускания, ни сексуальной функции, с некоторой тенденцией к снижению сексуальной функции у пациентов, которые подверглись роботической цистектомии, но при этом, опять же, статистически значимой разницы достигнута не было. Тем не менее, то, о чем говорил профессор Штудер, нервосохраняющая радикальная цистектомия – это на сегодняшний день данность, которой следует прибегать тогда, когда это, безусловно, возможно, и роботоассистированная техника позволяет реализовывать нервосохраняющую технику, понимая, ну, исходя из анатомии как таковой, любая техника позволяет, но знание анатомии технических особенностей является ключевым моментом, опять же, упираясь не столько в вариант доступа, сколько в возможности хирурга как такового. Тем не менее, работа азимакополоса с авторами демонстрирует, вы видите, до 70, следующее обстоятельство, до 72% пациентов восстановили исходную ректильную функцию через, примерно, через год после нервосохраняющей радикальной цистектомии с роботоассистированной техникой. Вывод очевиден. Техника формирования резервуара возможна и безопасна в руках опытного хирурга, что касается, наверное, безусловно, любого доступа. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать, это возможность безопасности техники. И одна из статей, опять же, с тем же самым малым количеством пациентов, это продолжение исследования Ивамото, это радикальная цистектомия у октагенариев, то есть у тех, кто, по сути, это пациенты 9-го десятилетия жизни. И здесь оценивались результаты, и результаты эти в целом, наверное, неплохи, при, опять же, сравнении роботической техники и техники открытой цистектомии. Единственное, на что следует обратить внимание, что практически большая часть пациентов – это пациенты, которые не имели никакого резервуара, это не кондуит, это не ортопический пузырь, это уротерокутаноз тома, это большинство пациентов, при всем при том же малом количестве, и лишь несколько кондуитов и практически отсутствие ортопической техники. Конечно же, ЭРОС как таковой, который занимает наше внимание последние годы, позволяет нам улучшить, вероятно, функциональные исходы, но ЭРОС – понятие слишком широкое, касается предоперационного этапа, нациологического пособия, пособия интероперационных и послеоперационных особенностей. Единственное, о чем следует сказать, о том, что, конечно же, ЭРОС при роботической технике несколько, он отличается от той практики, которую используют при открытой хирургии, это, как правило, малоинвазивный доступ, который накладывает, безусловно, свой позитивный отпечаток, это меньшая кровопотеря, отсутствие, вероятное отсутствие эпидуральной анестезии, и, наконец, меньше обезболив в послеоперационном периоде. Изменяет несколько технику и подходы, и при этом продолжает как развиваться, так и стандартизироваться. В любом случае, те клиники, которые следуют этому протоколу, видят очевидное улучшение в последние месяцы и годы от использования ЭРОС как такового. Следующее – это онкологический результат. Одно из исследований ЛАУ, Journal of Urology, 15-й год, 700 пациентов, медианное наблюдение 67 месяцев, достаточно большая, роботоассетированная цистектомия, 5-летняя выживаемость, безрецидивный составил 67%, раково-специфическая 75% при 50% общей выживаемости. Эти онкологические результаты, естественно, были зависимы, с одной стороны, от количества лимфоузлов и частоты позитивного хирургического края, однако не продемонстрировали статистические разницы, а при 5-летнем наблюдении онкологические исходы оказались схожими, как при открытой технике, так и при роботизированной. 5-летняя безрецидивная выживаемость составила в среднем от 52% до 74%. Еще одна работа, которая касается анализа открытой и, собственно, роботоассетированной радикальной цистектомии с интеркорпоральной техникой, практически не показала разницы в онкологических результатах. Если мы посмотрим на безрецидивную выживаемость, то она не отличается от таковой, как вы видите на графиках, как у всех пациентов, так и у тех пациентов, которые имели стадию ПТ-3 и более. Раковоспецифическая выживаемость практически то же самое. Есть некоторая тенденция в ухудшении ситуации с роботоассетированной цистектомией, но, опять же, статистически значимой разницы практически нет. Ну и осложнение. Следующее и последнее, наверное, что касается сравнения доступа. В отношении осложнений, что мы знаем? О том, что мы знаем, что разницы в чистоте во время госпитализации не было как в отношении смертности, так и пронтрального питания пациента и пребывания в стационаре. Но надо отметить следующее, что несмотря на то, что все-таки роботическая цистокомия медленно, но верно увеличивает свой сегмент, свое долевое участие в решении проблемы мышечно-намазинного рака мочевого пуза пузыря, соответственно, показывает, очевидно, более низкую вероятность гемотрансфузии и схожие краткосрочные результаты с открытой радикальной цистоктомией. Если мы посмотрим на все те работы, которые сравнивают подобные вещи, то увидим следующее, что, как правило, эти работы отличаются следующим. Меньшим количеством исполнения радикальных роботических цистоктомий и хирургам по сравнению с количеством открытых радикальных цистоктомий, понятно, что роботические хирурги менее опытны по этой части, равно как и центры, в которых выполняются либо роботоассистированные, либо открытые техники, как правило, демонстрируют меньшее годовое количество случаев, что тоже не может не сказываться на адекватной оценке результатов. Разница, тем не менее, в количестве исполняемых открытых и роботоассистированных цистоктомий очевидна. Еще одно исследование, которое касается осложнений к первому месяцу и осложнений после трех месяцев, оно касается сравнения техники как открытой лапароскопической, так и роботоассистированной цистоктомии. Это исследование Коралл. Пока мы не знаем ответа, по сути, это единственный центр раннее рандомизированно контролированное исследование из трех этих частей. Анализ пока возможен только предварительный. Вы видите здесь некоторые результаты, которые известны. Будем, собственно, ждать и более поздних результатов. Если мы посмотрим на ранние и поздние осложнения после роботоассистированной цистоктомии, в зависимости от методов отведения, Брикер, Индиана Пауч и Штудер, то мы увидим, что, конечно же, там, где кондуит, количество осложнений меньше, безусловно, чем там, где использовалась ортопическая техника в целом. Но при этом надо отметить следующее, что и количество сравнимых техник с ортопическим отведением было существенно меньше во всей когорте сравненных пациентов. Еще один вопрос – это вопрос реопераций. Реоперации существуют как после открытого доступа, так и после лапароскопического и роботоассистированного. Но есть одна тенденция, которая тоже не может, безусловно, не настораживать, а, пожалуй, не радовать. Я имею в виду с точки зрения сегментирования этого процесса и увеличения доли роботических цистоктомий. Это то обстоятельство, что реоперации, как правило, тоже выполняются с помощью роботической техники. Вы видите такую медленную и уверенную тенденцию одного из центров, представленную за десятилетия. И вы видите, что с началом радикальных цистоктомий роботических в 2005 году, интеркорпоральной деривации в 2009 году, мы видим, что потихонечку роботическая ревизия становится очевидным моментом, так же, как и у лапароскопических хирургов в свое время лапароскопическая цистоктомия приводила к лапароскопическим ревизиям. Это говорит о том, что использование метода становится более осознанным и, естественно, он становится более, ну, если он доминирующим в том центре, где преимущественно используется. Наконец, еще одна проблема – это та проблема, о которой говорил профессор Матвеев и задавал этот вопрос. Что интересно и что особенно настораживает в этом доступе роботических радикальных цистоктомий, это то обстоятельство, что в стадии ПТ-3 и больше отдаленный рецидив из заболеваний был выше в группе роботических цистоктомий, и медстатическая манифестация в наружные тазовые узлы составляла 23% против 15% при открытой цистоктомии. И что еще более важно, консервантоз брюшины – 21% при роботической технике против 8% при открытой технике. Опять же, подчеркну следующее обстоятельство – это, как правило, стадии ПТ-3 и более. Это важный вопрос, который касается любого лапароскопического доступа, будь то роботосистированной или лапароскопической хирургии. Все причины и следствия обсуждаются, но нет внятного объяснения тому, несмотря на то, что пытаются играть давлением, и целый ряд причин для этого объясняющих предлагают. Тем не менее, цифры пока говорят сами за себя, хотя не касаются больших когорт исследований. Наконец, еще одно исследование – Разор, которое завершится в 2017 году. Чем интересно? Опять же, рандомизированное сравнение открытой роботической цистоктомии. Это исследование многоцентровое, 320 пациентов включено. Ну и, собственно, что мы знаем на сегодня? Знаем немного, знаем, каким образом, по каким статьям это оценивается, и результаты, я надеюсь, мы услышим первые в этом году или в следующем. Я бы хотел коротко остановиться на тех выводах, которые касаются сравнения доступа открытой и роботосистированной цистоктомии. Ну, во-первых, вызывают вопросы и дискуссии, и сама радикальная цистоктомия как метод лечения. Конечно же, у нас много вопросов к любому из доступов. Рак мочевого пузыря наиболее агрессивный и не прощает как позитивно-хирургических краев, так и недостаточную лимфоденоктомию. Стремление к малой инвазивности не должно компрометировать наше отношение к лимфоденоктомии, предполагать широкое сечение там, где это должно иметь место, и не снижать частоту континентного отведения мочи. Наконец, роботическая цистоктомия становится стандартом, который сравним, по крайней мере, по онкологическим и переверционным исходам с золотым стандартом, то есть с открытой радикальной цистоктомией, хотя преимущество, очевидно, имеется на сегодняшний день только по отношению к кровопотере, она, безусловно, меньше, и к частоте гемотрансфузии, связанных с этой кровопотерью. Наконец, выбор вмешательства на сегодняшний день, безусловно, определяется выбором хирурга, команды и клиники. Интракорпоральное вмешательство сложное и является прерогативой лишь немногих крупных центров, которые располагают как роботизированной техникой, так и достаточным опытом в этом. Ну и хорошие результаты цистоктомии, больше навык и опыт команды, и после операционного ведения строгое наблюдение – это, ну, это скорее навык команды, чем технология как таковая. Ну и сравнение уже более 12 лет открытой техники роботической цистоктомии, тем не менее, твердых доказательств преимущества роботизированной техники пока не существует, и это, тем не менее, опять же, не позволяет лишать нас оптимизма, потому что мы видим, что этот оптимизм после долгих ожиданий, например, в роботизированной простатоктомии, наконец-то, трансформируется в некоторые преимущества роботической техники. Ответ на вопрос, возможно, в исследовании Разор, который я приводил в одном из последних слайдов, и заканчиваю той же мантрой, что ключевым игроком в этой истории доступа является хирург вне зависимости от доступа. Благодарю за внимание. Спасибо, Евгений Бадович. Один вопрос, чтобы вы выбились из графика, если есть у кого-то, пожалуйста. Можно просто прокомментировать по поводу исследования Рейзер. На самом деле, уже результаты первые появились, и есть небольшая разница в кровопотере, это рандомизированные исследования, но проблема в том, что при роботизированной цистектомии 10% пациентов имели позитивный край, и только 8-10% точность была выше при открытом вмешательстве. Поскольку сейчас не военное время, действительно, результаты долго будут собираться, но все-таки наилучшие результаты у пациентов это двойное, все-таки с двойным запасом. А в случае роботизированного вмешательства здесь нужно с большой осторожностью подходить к этому, то есть главное не инструмент, а сам хирург. Позитивных лимфоузлов больше в роботизированной серии, но мы еще будем иметь результаты, которые будут проверены временем. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Бадыч. У нас еще будет другая секция, посвященная сравнению двух методов. Позитивных лимфоузлов. Спасибо. Спасибо.